всем привет ребята настал месяц август у нас и появился новый герой месяца такая вот тетенька матильда тосканская довольно таким интересно нарисована такая средневековая барышня прикольно нарисована да и как говорю нравится мне как последние герои которые выходят графически они приятные такие и так но мне уже довелось ее словить эту барышню кто-то там скажет а ты там это козлина болтун вот и там надо на тел нихрена не на донатил вот собственно было у меня три призыва на вальгалу и вот с первого с первая и получил гемчика и все и больше я тут а собственно ничего не делал но и немножко я ее подкачал своем вот и запилим обзорчик посмотрим что она делает что умеет и насколько годный этот герой ну давайте разбираться так значит это у нас желтая пятерочка матильда такая вот тетенька и так класс тут самое просто разочарование постигла меня потому что это во первых это клирик а во вторых это мир природы но как по моему мнению наверное это самое бесполезное вообще класс в этой игре который вот эту закорючку там какую-то зеленую ставит и больше ничего не делает если бы вот это был мир тайн это было бы конечно пушка бомба петарда но это всего лишь мир природы с этой зеленой закорючкой ну да ладно бог с ней это конечно это такой большой минус в этом герое поехали значит по характеристикам атака броня и жизнь но довольно таки неплохие если мы будем по эмкам качать то качать эту дамочку защиту и в жизнь потому что это хиллер это саппорт да и герой поддержки но дальше мы разберемся более подробно но и я рекомендовал бы конечно качать ее в броню и в жизни атака ей совершенно нужно этот герой должен жить поэтому вот так и так далее значит смотрим на умение это у нас божественное после свечения прям какие-то прям тут враза обороты такие прям лихие и так скорость маны средняя но это это в принципе плохо это нормально можно ее немножко ускорить будет она работать чуть пошустрее в принципе годится среднем она нормально и так что она умеет рассеивать негативные эффекты у всех союзников это круто да это снимашка это хорошо все союзники восстанавливают 600 очков здоровья здоровья в течение четырех ходов значит это тикающий от хилл по 150 за ход да но это стоковая характеристика и если мы ей там поставим войска до на с отхилом которые там дают показатель поставим артефакт на отхил то вот этот показатель будет не 600 очков а будет чуть побольше но где-то примерно в районе 200 наверное она будет за ход и принципе так неплохо для поддержки но конечно как основного хила и и использовать но такое себе так смотрим дальше все союзники получают 35 к защите на 3 хода ну тоже неплохо нормально так далее заклинатель и ближайшие союзники получают отражение эффекта статусных недугов на 3 хода в течение этого периода любые полученные недуги будут распределяться на врагах короче это такая же история как с косямбой но есть небольшая только оговорочка оговорочка такая что например если висит щит косямбы то мы грубо говоря берем какого-нибудь там бронереза например для стихийника или еще какого-нибудь дебафера лупим по врагам по этим щитам косямбы и они у нас спадают и далее мы там всякими шотерами и там прочей нечистью еще лупим а вот с этой вот барышней такая вот истории не получится не прокатит то есть эти щиты будут по-любому висеть 3 хода спасет только диспел только он больше и щиты эти не снять никаким образом не получится что кстати тоже прикольно без диспела на эту барышню ходить но получается уже не рекомендуем и далее пробуждение стихий для всех союзников святыни повышает на 10 процентов уклонение от особых умений и соответствующих рун да на шесть ходов то есть это все желтые герои в команде будут иметь шанс 10 процентов уклониться как от ульты как от камня если да они будут стоять в защите так и от если мы берем эту барышню в атаку то и от тычек да то скажем так мы будем иметь 10 процентов шанса увернуться что тоже кстати очень прикольно и это все работает это мы сейчас все посмотрим ну такая вот тетенька нельзя сказать что это прям какая-то лютая имба но герой очень такой выше среднего я бы сказал в качестве героя поддержки она будет очень хороша и вполне играбельным в наших реалиях там с теми же канными дебуками и прочей вот этой вот хероборой которая всякую гадость вешает она будет это все дело или снимать или отражать что тоже прикольно прикольно и так значится пойдем посмотрим что она умеет вот тут видосик я записал давай смотреть и так значится видим и что все команда моя слепая после ахиллеса ультуем матильдой себя все сняли повесили себе бафчики и потихонечку начинаем хилиться но она у меня конечно не докачана я ее только на одну соплю загнал на одну лычку и поэтому отхил там вот по 165 единиц тикает ну принципе нормально итак смотрим ультуем матильдой вешаем себе щиты и ультует ахиллес по нам мы защищаемся и слепота вот это перекинулась собственно на хиллеса и на камазоца ну а мои два бойца слева они конечно ослепили ну и вот и слоник тоже ультанул в эту же тройку и получается срезалась атака у врага а мне ничего ну как бы да все отразилось щиты работают и щиты не спадают как у косямбы и так смотрим значится дальше берем нашу кану смотрим как будет работать и дебаф с нее и и так сделали один ход делаем ход еще один и вот на третий ход надо ультовать уже матильдой вешаем щиты и делаем еще один ход и смотрим чего будет у нас с соперниками но бьет верцинги торик да опять в трешку зарядил и получается все натала перекинулась и от хилл запрет и травля и от канны видим мы да минус 70 процентов к набору маны тоже все перекинулась ну прикольно прикольно ну а тут вот мы смотрим что дам без диспела это щиты эту всю историю не снять но как бы тут нужен обычный диспел берем стандартную буудику и все это дело снимаем но да бороться с ней конечно можно и так что касается не снимаемых вот не вот этих да эффектов которые нельзя заблокировать смотрим как они будут работать новым граммом тут у нас зевс ульта регенерация маны которого нельзя блокировать ее не так смотрим вот видим да был у ворот от ульты и ничего он нам не нанес не нанес но и сам он получается от сопротивлялся поэтому на него не перекинулась смотрим еще разок можно ли снять его вот это вот гадость смотрим на матильду он это повесил вот не рассеивается минус 24 процента к набору маны смотрим да действительно не рассеивается снимает она значит только приколы ну снимаемая да все что там от автолика например травли который у него есть она все это дело не снимет но прекрасно это все дело отразит если автолик ударит в щиты и так смотрим такой же посейдон посейдон с неснимаемый своей вот этой запретом к отхилу смотрим бьет в щиты и сам себя он собственно карает прикольно по моему прикольно очень интересная механика что все это или возвращается или можно снять но теперь вот берем желтый моно вот у всех висят цепи замочки и от у ворот на пазике от тычки медузы и смотрим теперь тычку от тала и тоже у ворот на же тосе так что связь стихии работает герои уворачиваются и от ульты и от тычек ну теперь посмотрим как она будет работать с кукульканом как она бы она будет работать но конечно урон с пассивки от кулька он будет но очень маленький очень маленький вот смотрим да лечит она по 166 единиц и собственно пассивка кулька и наносит такой же урону 166 если мы используем например энгуса то этот урон взрастет в два раза сейчас мы это и проверим заряжаем макока заряжаем матильду ультуем повышаем себе процент от хила и и смотрим смотрим чего получится 332 единицы урона ну собственно чего и следовало ожидать ну работает она с кульком но конечно не так профитно как какие-нибудь например желтые силы типа там на нара или хоруса но теперь теперь давай посмотрим как эта барышня будет стоять защите спасибо танюшки нашей главе которая помогла вот с этим видосиком тут она меня потестила немножко побила но понятно что команда атаки у нее такая специально для теста сделанная чтобы проверить так как все это будет работать но вот смотрим и дам мешкатель ударил в щиты и все это дело благополучно перебросилась на команду атаки вот и стихий когда и вот эти вот стрелочки его желтые фиолетовые да так что все это дело работает отхилл прекрасно тикает но и тут тоже мы смотрим что если мы будем по желтым кидать какие-то камушки то они вот до видим у ворот у ворот у ворот проскакивает но конечно не так часто как например у той же там кумихо да вот это с лисами это но но это эффект есть и этот эффект с кумихо может складываться так что процент у воротов у желтых можно прям накрутить нормально нормально крутить ну и вот мы видим да какие-то камни урон наносят какие-то уворачиваются уворачивается команда защиты от них ну это довольно таки интересно интересно и вот опять у ворот вот еще у ворот ну в работает работает связь стихий все прикольно прикольно и тетенька такая интересная может быть грешным делом она и будет новым центром ну а почему нет если ее накачать защиту да в хп да на эволюции задвинуть будет она такая жирнющая жирнющая единственный минус я вот говорю у нее это ее глаз к лириков с закорючкой но такое себе конечно такое себе не очень профитный но в принципе играбельный тут той же например каны да на плече это тетенька заиграет заиграет и очень неплохо заиграет и я думаю что даже местами местами лучше чем дандола будет себя проявлять на за счет своих щитов за счет тикающего отхила все таки она тоже будет интересная барышня ну вот так вот такая вот демонстрация умений получается вот собственно и все наверное что я хотел о ней рассказать с вами поделиться что для себя я заключил наверное я ее прокачаю буду использовать ее в команде атаки в атаке она наверное покажет себя более ярко и и всякие вот эти навыки будут к месту потому что будем их контролировать в нужный момент включать ее щиты и будет больше пользы от этого всего дела но вот наверное и все что хотелось сказать ну и понятно да что это герой конечно же пвпшный то есть там на всяких титанов и события она не зайдет это война рейды шахты это вот она туда она для этого сделана ну и к кани она прям прям зайдет она к кани с ее этими всякими дебафами будет прикольно на самом деле тетенька огонь но конечно не имба имбическая но вполне себе вполне себе очень играбельная но на этом собственно все больше что-то рассказывать о ней нечего все я рассказал все показал всем спасибо ребята до новых встреч ловите гема качайте вы не пожалеете ну и всем пока пока до новых встреч